Здравствуйте, назовите, пожалуйста, Вашу фамилию, имя, отчество и сегодняшнюю дату. Полищук Владимир Рубинович. Адар? Да, сегодняшнюю дату. 70-е. 10 апреля, нет, марта. Марта? 2011 год. 2011 год. Скажите, было ли у Вас ощущение надвигающейся войны? Нет. А может быть Вы там слышали по СМИ? Может быть Вы в СМИ слышали, по телевизору что-то сказали? Это давно был телевизор. А как Вы узнали, что война началась? А, как я узнал война? Я Вам сейчас скажу. Значит, я кончил 8 классов. И уже год назад учиться в 8, 9, 10 классе было платное. Значит, у меня было тяжело. Кроме меня еще трое было. Семья большая, у чего отца? Четыре, четверо детей. И они... И мне надо было 200 рублей платить за это. И у него... Ну, побегали там в ремесленную училищу, да, этим... У меня маленький рост, чтобы... И он и сейчас едет. Ну, вообще... В общем, ничего не получилось. Они наскребли там 200 рублей за 8 класс не заплатили. А уже 9 класс у меня устроили банк рассыльным. На фронт? Бумаги. Вклад этот. Переносите сюда. Ну, вот... Это... Чтобы я мог уплатить. Ну, а... Первую зарплату я получил в июне месяце. И мы с отцом, он со мной... Мы жили там за Мосфильмом, Мосфильминской улице. Мы с ним поехали в центр, на Смоленскую площадь, купить мне ботинки. И как раз мы шли по вот этому, как он называется, этот мост, который идет от Киевского к Смоленскому. Ну, в общем, там такие рупоры шли. И мы услышали речи о Новосибирске. И вот от этого мы узнали о войне. А как ваши близкие отреагировали на это? Какая реакция ваших близких была? Если вы имеете в виду... Ну, ваши родители, да, семьи, ваши друзей. Ну, пошли, купили ботинки. Ну, мы не предали, особенно... Ну, как там, я не знаю, жили пока первые дни. У мамы... У них была еще сестра, она мне только родила в феврале. И я 4 месяца жила, а мне было 16 лет. И в Москве в первые, это, в июле месяце начались, первая бомбежка была в Москве. И, соответственно, немедленно был выключен указ, что немедленно, 24 часа, всех женщин с трудными детьми, И вот эти два брата, у нас было 5 лет, 2-10 лет. А я работала в Москве. А я работала в Москве. Значит, прошел у нас, и родили, а мы с отцом остались в Москве. Но потом что-то уже через... Мама там стала работать. Урок ты тогда? Да. Ну, я тяжело был, пройдет ей. Ну, и она, чтобы меня туда нападнули. Ну, и... В каких войсках вы служили? Отец собрал меня, рассчитали меня, нагрузил всяким продуктом, и мы уехали. Они жили на Урале, их там эвакуировали. Солилецкий, Оренбургский угол. И... Значит, я пытался продолжать учебу, там, хотел всех. Ну, у меня ничего, конечно, не получилось, потому что дома там... Она же не могла, для меня все было. Она в госпитале работала. Ну, и потом пошел работать. Работал вроде в роднике, коногоном. Водовозом. Ну и что-то. И вот, вот, это был 41-й, приехал. А в конце своего, просто, когда Сталиградская битва, отец, видно, уже готовил свою деталь брону. У него броня была, а он всегда порвали. И вот он приехал, и уехал на Москву. И вот он получил пробовку, и уехал на Москву. В Москве. У сварщика. У нас был на автоционном городе. А когда подошел мой призывный он, а нас призывать стали в 43-м году. Подошел, и... И вот этот страшный был наш первый. А мне давать стали, я уже сварщиком был, и мне броню все давали. А там так броня была. От 3-й группы, от 3-го года до 4-го, до 7-го. И каждым месяцем, или там, я не помню, уменьшали броню. Да, конечно. А мне еще отец сказал, а он ушел уже на 43-й, он уже ушел на 44-м году. Он просто сказал, что вы, я тоже... Это война надолго, так что... Ну, и я все... Пошел. А там был... У нас... Рынок Даниловский. И в выходной был один. Ну, блин, военачий. По 2-й на 4-й. И... А я хотел, наверное, что-нибудь купить домой, и помочь вам. А там... Наряды... Популе... Вот... Никого нет... Документов, или что-нибудь. А встанант задерживали встанант. Приехали. Я знал, что это... И я... И я... Когда стали... Пришли они проверять, приехали. Я им не дал документы. Сказал, что я потерял. Вот Ваше рождение. Ну... Не убежали. Так... Задержали. Ну, там... Ночи не было бы. Приезжали там... А я же ничему не сказал. И... Нас ночевали. Потом на другой день... В военкомат. А там видели. Даже... Я... Я видел меня. Улыбнулся. Я... Видишь, что я ничего не прошел. Ну, не стал. У нас... Им тоже нужно было. И так я попал... Значит... В нем... Уже мама когда познала. Начала бегать. Нервы на нашу. Он побежал. Ну... На меня, скорее, уже все на факт. Вот так я попал к маме. Расскажите, а в каких сражениях и операциях вам довелось принимать участие? Ну... На самом первом это... Прорыв. Плата Белинграда. Ну... Мы освобождали город Тосов. Вот это... Вот это... Вот это... Вот это... Вот это... Почему на Тосовской девизе стали? Мы прорывали. А потом нас сразу... Как-то прорывали... Увозили... Боловой на этот... То есть это... Там... Ну... Тосов. 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 И нас к Новому городу привезли. Вот. И мы уже... Еще пока было... Тосов. 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 Это... 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 Это было начало января. А вот... Все время... Все три месяца... Февраль... Марк... Мы были... Все время... На улице... На улице... На улице... У нас помещений каких-то... Там все сожжено... Там было... А вот... Это... Это... Маленьшина... Ну... В общем... Это... Это... И... Уже... Так... Скоро... Значит... Там выступление... Это... Тридцатого числа... Мы были... Пока... Там... Ух... Там... Мы двигались... И... К раз... 2 апреля... Мне... Прямой... Разрыв... Мины... Кидают... Никаких... Ух... Они... Обстреливали нас... Мне совершенно... Прямой... Попагаем... Наши расчеты... У нас был... У нас 5 человек в расчете... Первый... Второй номер... Потом... Начали... Два... Под этой... И... Мы... И... Как раз... После... Каждый... Такого... Бит... Приходит... Из штаба... Армии... Этот... Ну... Или... Выше стоять... Из полка... Ну... В данном случае... Вот... Из полка... Пришел консор... Капитан... И... Оформил... Награду... Ну... У меня уже была... Награда... Затвала... Не уровень... Ну... Остальные... А... На... Напече... А... Ну... Не успевали подвозить все его? Ну... Ну... Пошлите... В Риме... Хочется сидеть для румяков? Сколько время сидеть дети? Чуть-чуть, еще чуть-чуть времени. Я не знаю, сколько здесь заняло время интервью. Не очень долго спорю. Не очень долго. Подождите, подождите. А где воевали? Это уже другая часть. Это уже другая часть. Это мина большая. 120 мм. Не всех надо. Я успел лежать 8 метров. А мне только попало в Москву. Это грязь. Почему я долго держал? Ну все, потом меня уже на самолет. Петербург, Петербург, Ленинградом. Туда самолеты. А потом, значит, там... А вы знаете, что это произошло? Там меня вытащили. Вынесли осколки. Почистили раны. И отправили в тыль. И довозили меня до Читы. Вот там я, значит. Но поскольку у меня не заживала рана. Меня, значит, прессовало. Я и в Москву встала. Команда поехала. А приехал в Москву, у меня операция. Я думаю, что такой раны у нас еще гражданская военная есть. Ну, дорогие люди ходят. Ничего, молодое похоже. И так я кончил. Потом получил инвалидность. Я кончил школу вечернюю. Поступил в институт. У меня только после первого семестра мне дали путевку к Словодске. Там грязь. Вытащились все. Вот я закрылся в Словодске. Ну, у меня так осталось. Я не трогал. Скажите, что Вам запомнить? Больше всего как радостное событие. Какое радостное событие? Девятку. День Победы. Это было самое запоминающееся радостное событие? Я помню хорошо, что я даже был, когда был парадом, это дождь. Это попозже было уже. Он не закрылся. Да, да. Да, да. Ворота были открыты. Ворота были открыты. Мы подошли. И как раз и позже. Мы там только смотрели оттуда. Ну, это нужно было. А вот скажите, мы знаем, что советские депутаты на фронте проявляли большой героизм. Как Вы думаете, что было самое главное? Почему у нас такой героизм? Почему у нас такого героизма? Ну, нет. Вы знаете, такого не было. Именно считаю, что надо исполнять то, что получилось. И, ну, у нас не было такого вот. Я не знаю. Мы прорвали эту... Собрать только вот эту... Ну, был еще мальчишечка, там, а мы тут не были. Вот, навели бы, быстренько они все... Пойти там, там, где не надо было идти. А так, нет. Было строго, ну, очень... Никаких таких вот. Даже у нас вот тогда... Вот, я понял, один раз... У нас получили... Так, проявцы были. И мы постоянно перерывали. Надо было их закрыть, потому что... А мы же, например, не ходим так вот... Вот так, золоту... Оставили под Мальчишку в Паркармаде, а остальных... Врачи тоже... Ну, и... Вот, вот, в этой вот... Как-то сабы, 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 сабы... Все, я остался... Ну, я вам скажу, тяжелые вещи. Там много много, что, да. Ну, даже вот, когда вот так... Вот так вот это один раз, это и другое, конечно. Все это... Позрали без шума, что... Ну, накрада я получил там во время боя... А вот, что вы знали о битве за Москву? Ну, я знал все, что там было. А вот по-подробнее... Ну, мы в это время не были в Москве. Да, освободили Варшаву. Ну, вот, знали, что... В Москве вот... В Москве вот... 16 октября была... Планица, что... Народ в этом уходили все... Ну, думали о Сталине, что он там или там... Мы же не знали, где он... А как вы относились к Сталину? А как вы относились к Сталину? Ну, она относилась как к Богу. То есть вы одобряли действия советского правительства? Ну, конечно. О чем-то же разговор. Сталин у нас... До самого момента, когда его назначили, он как к Богу был. Мы только молились, чтобы мы молились. А уже потом, когда мы ушли, уже ничего не знали. Тогда вообще не было ничего. И учился... Мы учились в школе... Недалеко от Крыма. У нас... В нашей школе... Учились дети... Вот этих... Политур... И поэтому... Это непосредственный... Когда у них дом был... Дом правительства... Знаете, где ударили... Вот этот дом правительства... Там жили все... Вот она была... В нашей группе... В нашей группе... Изучили, что здесь было... Так там... Вот... Мы ходили там к одному... В нашему закону... Везде темные... Вот мы всех арестовали... Тащи все арестовали... Так что... Ну, мы так сказать... Мы могли даже... Чего-то думать... Я знаю, что... Отец... Из рабочих... Он сказал... Непридорский... Он так доволен... И 25 тысяч... Это было... Ну... Ну... Партию... Приняли... 25 тысяч... И поэтому называли... 25 тысяч... Приняли... Чтобы они... Какого-то... Вот он... Его приняли... И... Он пошел... По этой... По этой... По этой линии... Приняли... Приняли... Вот... Как раз... Это... У нас и в семье... Так... У меня и мать была... Вся партия... Все мы были... А вот о полководцах... Вот... Можете рассказать что-нибудь о... Наиболее выдающихся, по вашему мнению, полководцах? Нет... Для нас далеко... Нет... Далеко... Я в то время... Я... Кроме... Командира дивизии... Это... Максимум... А как звали вашего командира дивизии? Я сюда был... Я даже забыл... Как зовут... Уже... Наши... Мои... Вот... Никого не... А в Бога вы до войны верили? Нет... Не... Да и сейчас не берут... Хотя... Мать... Женам у меня верили... А я нет... А вот на фронте были люди разных национальностей... Как вы думаете, что их объединяло? Ну как... Я... Честно сказать... Я живу... И... И... Когда я попал... Я... Бегали к нам, бегал там один, наверное, и бегали, и грех, и ночью, это для них было диво, и вот приходили ко мне, приходили, смотрите, у меня мальчишка, на что бы у нее было, 17 лет было тогда, еще маленького роста, да еще три года уже войны, еще два года, выглядел, конечно, на меня вот этот пулемет, там самый этот, вот этот станок с колесами, 32 килограмма, конечно, я не в состоянии, и мне, вот эти, ну, все, там у нас были, ну, я, боже, они, мы трогаем, не вставляем, там 16 килограмм, ну, вот, и, как можно, ну, отношения были очень хорошие, нормальные, ну, такие, там были, есть, были. А вот на фронте часто складывалось вот самое тяжелое положение, а вот как вам удавалось не падать духом? Ну, наверное, все-таки, вы знаете, это юночец и все такое, как ты к этому делаешь, я вам прямо даже скажу, вот, ну, прям, когда захватывали, окопли, в окопли ночью, мы ждали ночью, и в окопли, а между нами, и немцами, сейчас, и между нами, и немцами, Лежат в этом убитые, и наши немцы умирают, вот мы когда, значит, они бросают ракеты. С едой я вам говорю, не очень. Мы вдвоем, я говорю, пошли, мы ходили за ползали, и ползком они ракеты бросают. Мы давали перед атакой, давали на ракеты, дополнительные поют, танцервы, печенье, ну вот такие все. Вот они были отрубили, а мы пользовались за ними, и давали из рюкзаков вот это шелочный дельтар, ну то, что это, педаль, и в рюкзак, ну вот такое. Ну правда, я еще почему-то не ушел стал, потому что у меня вот командир, он уже плохо, он у него уже нет. И он знал, когда надо в атаку подниматься, когда, значит, это, не поднимаем, ну как пехота занимает, мы ее поддерживаем. Потом, мы будем вспомнить, в это время у нас 5 человек, и немцы, они очень, да, они все, снайперы, вот он у меня вот такой, вот почему я еще сохранился. А вот в составе немецкой армии были же еще и венгры, и венгрии. Нет, мы только с немцами, нас других мы не видели. Да, мы вот когда уже перед Псковом были вот так, они по радио передавали, что против вас воюет эстонская дивизия. А вам приходилось слышать о Власове дискутере? Нет, Власове дискутере? Да, да. Нет, нет, у нас. А о дезертирах? Да, я вообще не знал даже. А о дезертирах, дезертиры были? Да, у нас были, были случаи, вот когда у нас отводили, мы же мыться еще, мы мылись, зимой прям бочки поставили, три бочки. Значит, в одной мы раздеваем, этот мороз 25 градусов, мы раздеваем все, наши вещи все, такие были машины, бешеболки, бежим, опять, такой, дорожка такая, бежим туда, в той бочке, второй, быстренько мыемся, бежим в третий, там костры, и там где-то костры. И там нам уже, уже пришло, они в машине пошли обработку, и вот мы, и вот мы, и вот мы, и вот мы начали обрелиться. Адачник, закрыл? Вы что-то спросили, я спросила? Нет, нет, нет. Нет, вы сказали, я вот... Я про дезертирах Вас спросила, про дезертирах вы начали? А, да, 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 да. Так вот, нас вот так одинаково отверли, мы его тогда били, они построили, и перед строем объявили, что это такой-то, что он сделал, он в окопе, ну, чтобы, видишь, поднял руку, ему пробил, ну, руку пробили в нем через ногу, ну, посчитали, что это дезертирство, значит, он вред нанес, и его распорядили, ну, не при нации его распорядили, но пробили в колесо, вот один раз, вот так, больше никого, а в ЛАЦС я вообще не знал, они, наверное, позже нас, я же с 44-го, начале 44-го, А, да, наверное, а вот как вы отдыхали во время затишки, может быть, артисты приезжали? О, нет, 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 у нас, значит, у нас такой, вот, вон, наследная деревня, все сожжено, нигде не найти, север-запад, вот это, На Украине, на Украине он рассказывает, вот, к нам дали, когда освободили Украину, это уже было начало, уже начало освобождать, И к нам дали вот одного, он был в Беларуси, он был в Беларуси, он был в Европе, который в Беларуси, значит, в то время, ему было уже 43 года, ну, привез, и он рассказывал, как они жили на Украине, Мне жили хорошо, у меня было две лошади, я вожил сахар и все, потом еще какие-то денег набрал, но это с Украины. Там партизанта не было, там же не было лесовки. А вот где мы были? А скажите, а любовь на фронте была? Вот так? Любовь? Нет, любовь. Ну какая любовь, мальчишка взимался. У нас с любовью там занимались офицеры. У нас там кобы живут, санглиттера, которые в штабе они работали. Нет, для нас это было совершенно нормально. А знаменитые наркомовские 100 грамм, они играли? Да, давали. Значит, я до фронта вообще... У меня был отец, я ему рассказывал, в 1937 году, когда начались эти репрессии. А у него друзья живут, у него были рабочие, а у него были друзья, которые там на байконке живут. Мир. Он всё время ходил за счастьем. Да счастье! А вот... Ну... Пошёл к тебе дороге. Пошёл к тебе дороге. Ну, и всё, у них нет. И потом, значит, пошёл, не знаю кто-то с кем там, он не пил. Вот это было 37 лет было. Спасибо всем, будьте все здоровы. И вот он... Пошёл к тебе... А там и упал. Ну, а там сразу же сообщение пошло. Ставили, что вот... Смотрим, да? Пошёл к тебе. А он на байконке живёт. И после этого... А он на байконке не пил. А я, значит... На фоне. Не знаю, ничего. Вот только я первый... Выпил на фоне. А там так вот всё. Перед атакой нас... Мы выстраиваемся идти. Старшина быстренько бегает, И поэтому... Кому успеете... А с нами, ребят, придёте... От любой остаётся. И здесь не может два человека. Вот тогда... Я всего за три месяца... На первый боёв... Четыре раза мне досталось. Я понял, что... А больше... И стакан мне дали большой. Когда мне ранен... Какой-то... Какой-то... Санитарная рота... Кулак-то такая... Одинзер... Там врачи... Они когда ранен... Они сразу начали... Мне стакан водки... Привели... У нас на Кабрике... Десятый тысяч... Мне прыгают... Ушел... Это... Придёх. 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 Там дверь было закрыто. Конечно. А в камень, литра и на пень, и на пьян, и на пьян, что бы вы могли пожелать с каменом? Да, прошло нормально. Это 20 лет. Потом это не весь год. Во-первых, я пожелаю, чтобы они ели. Вот и... И далее мне стакан. И я, когда выпил, поскольку я до этого очень мало пил, я выпил стаканом и отпущился. И меня целый день возили. Значит, возили на саня, а потом, значит, на машины, чтобы довезти до поля. Еще перед этим сан-бат, это день. А потом уже полевой машины. Скажите, а какой фильм о войне наиболее точно передает атмосферу? Может быть, какие-то у вас любимые фильмы о войне есть? Ну, понимаете, в чем надо. Со временем, в разном мире. Одно время мне очень нравится. Вот это... Вот это... Вот это... Грады, Заберлин, вот этих вот, мы мало, тоже не знаем. Ну, вообще-то я, ну, сейчас они стоят в городе, я бываю, что приукрасываю. Скажите, а что нужно делать нашему правительству, чтобы избежать угрозы войны в будущем? Ну, я уже не могу представить, что посоветовать своему делу, я думаю, что, в крайней мере, сейчас я не вижу такого, что было, что-нибудь управлять и стараться выйти на это. Их сейчас больше экономит, и с этим, да нет, да я думаю, что я не понял, я не понял, я не понял. А ну, что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Ну, что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Я вот сейчас с молодежью, ну, он только кончил, он не все. Он живет, он живет, он живет, он живет, он живет, он живет, он живет. Ну, я же не работаю уже с 83-го года. В этом трудно, я еще не знаю. Конечно, у меня сейчас с молодежью совершенно не знаю. Мы же многое не знаем сейчас. Даже не могу ничего сказать такого, я не могу ничего плохого. Я думаю, спасибо вам большое. Это вот вам сувенир от нас, магнит на холодильник, то, что мы с вами провели интервью. Ну, вот, когда ваш фильм будет готов, мы привезем его и отдадим, и будете смотреть его. А это что? А это магнит на холодильник. На холодильник. А? Это магнит. Магнит вот на холодильник. Леете еще? Что было, что мы с вами интервью проводили. Ну, уже надо прочитать. Я не умею. Спасибо вам большое. Здоровья вам. Здоровья вам. А вы чем занимаетесь? А я вот этим занимаюсь. Ну, кроме этого. Кроме этого, а я занимаюсь, я лингвист. Я лингвист. Да. Ну, мне тоже очень. Нет. Давайте. Давайте выйдем туда. И лингвист. Она закончилась. Кто ходил еще? Да. Минута. Также мы будем рассказывать. Я думаю, что такое. Я постоянно possiamo общать с этими. Не могу остаться мне. Вам почему? А мы... ... пришла вырезать на. По общению. Городим. А вам это это магнит в холодильник. Там магнит в холодильник. Так что я не забыть. Не понял? Подождите. 가� до сериала. Воме того, на будет.